Привет, друзья, ночные страшилки. Коронавирус, корона и вирус, как хотите называйте коронавирус, если во всем мире серьезно относятся, врачи одеваются как космонавты, в госпитале работают, Китай за 6 дней построил огромнейший госпиталь для профилактики, а на Украине один за другим закрываются больницы, уезжают врачи за бугор. Конечно, понятно, почему люди так протестуют против того, чтобы инфицированных завозили, тем более, что никто не верит в существующему правительству, которое врет и продолжает воровать, которое развивает войну, и, естественно, украинское правительство может быть, так как оно ничего не делает, кроме обещаний, запросто может для того, чтобы уменьшить количество населения, которое и так подвергается настоящему геноциду. У многих блогеров это довольно хорошо освещено. Никто не верит правительству, потому что коронавирус, он поразил, скорее всего, не столько населения, а как тех, кто находится в верховной власти. То есть попала корона на голову и появился вирус в голове. Вот нужно закрыть, эвакуировать, не эвакуировать, закрыть, изолировать Верховную Раду и не выпускать их оттуда. Пусть они сами принимают законы и сами их исполняют. По одной простой причине, что в то время, когда закрываются госпиталя и правительство говорит, что оно там под Харьковом закроет вот этих на карантин людей, никто этому не верит, потому что любое слово, сказанное с уст президента, оно игнорируется по цепочке исполнения власти. Это говорит о том, что Петруха своими саботажниками настолько окрутил Украину, что кто-то, так как геноцид уже подтвержденный факт, с 52 миллионов Украина сократилась до 23, а может быть даже и меньше. И люди продолжают и продолжают выезжать и мечтают куда-то подальше уехать. Что говорить уже о каких-то вирусных заболеваниях, когда никто не говорит и никто не хочет считать, сколько у нас ВИЧ-инфицированных, сколько у нас туберкулезников, сколько у нас людей с гепатитом В, с гепатитом А, а тут, нате, еще коронавирус. Хотя везде по всем средствам массовой информации прошло, что смертность от него всего лишь 2%. То есть это вообще ничего по сравнению с гриппом, с какими-то онкологическими заболеваниями, где Украина полностью находится под чернобыльской радиацией. Этим мало кто занимается, никто не обращает внимания. А на фоне общего сокращения госпиталей, то есть больниц, вообще понятна реакция людей. Но люди должны реагировать не столько на то, что кого-то привезли, этим людям можно посочувствовать, а на то, что у нас вирус коронованных особ, которые засели в Верховной Раде, там их очень много, их всех нужно изолировать. И чтобы они сами у себя в Мариинском дворце, там выращивали петрушку, морковку, и сами не питались, и не имели права выходить на люди. Тем более можно банковскую закрыть, другие все эти злачные места, которые давно уже короны на голове растут. Это инфекционное заболевание, о котором я предупреждал, сначала вот это конченая революция. Вот так, что врубайте мозги, думайте, что нужно блокировать, где жечь покрышки. Не там ищите болезнь.